это программа игра в классике программа о людях которые играют в игры и об играх которые играют людям говорим об актуальном вспоминаем классику меня зовут платон беседе добрый вечер 1 апреля день дурака и он же день смеха так что сегодня поговорим о юморе хотя в ситуации с ним в россии что называется не до шуток юмор или как бы юмор точнее он буквально лезет из всех щелей он давно уже не развлекает а стал чем-то вроде оружия массового поражения ну чтобы в россии гоготали ржали хохотали и вообще самое главное не думали от того телеканал и точно строительные вагончики мигрантами забиты бесконечными как бы юмористическими программами comedy club вечерний ургант однажды в россии аншлаг кривое зеркало в общем имеем легион ну и конечно не отстает и интернет который развлекает веселит гогочит в режиме нон-стоп может поиграешь со мной да конечно тут стоит отметить что все вышеперечисленное все эти программы это не наш продукт а продукт заимствованный ну или как сказали бы за границей так называемый франчайзинг словом не всегда удачно заимствуется и не всегда адаптируется удачно он под наши реалии ну и согласитесь не станет вечерний ургант лучше оригинала лучше шоу letterman сколько небритые щеки не надувай ибо вторично и подделка вот к слову единственная аутентичная оригинальная программа на нашем телевидении и в юморе и вообще это к в н его придумали в советском союзе и клуб веселых и находчивых буквально захватил охватил десятки миллионов людей и пусть уже полвека говорят что квн не тот но меняясь конечно меняясь тем не менее уже почти 60 лет остается зеркалом нашего времени и нашего общества как живем так и шутил при этом квн всегда был отличной школой жизни и фабрикой по воспроизведению и отшлифовки талантов развивает клуб всесторонний уж поверьте я знаю чем говорю потому что сам поиграл пяток лет но тут конечно есть и обратная сторона потому что в определенный момент квн он как бы стал конвейером по воспитанию кадров для кино телевидение интернета вообще все заполонил квн вот смотрите сколько передач делаются бывшими квн чиками не только теми кто в кадре но и теми кто за кадром ну не знаю точной статистики нет но говорят о вдумайтесь 80 процентов и при этом методология квн она не всегда успешно интегрируется в кино или другие телепрограммы дороги в стране как машины как и зарплаты вот последнее время к сожалению юмор перестал быть искусством потому что юмор это не просто ха ха хи 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 нет это некая интерпретация смыслов некая работа с глубинными пластами сожалению этого все меньше меньше и меньше сейчас же юмор делается по принципу чем эпатажнее чем вульгарнее чем трешовья тем лучше особенно хорошо это прослеживается на примере российских комедий вот сравните их все эти бесконечные там бабушки легкого поведения дедушки в разврате и прочее с классическими работами ну например давайте возьмем к примеру ленту джентльмены удачи ведь согласитесь фильм о данели это искусство искусство потому что там смешно и она лишь оттеняет главное то что питает душ и вот гениальный евгений леонов он буквально балансирует между забавным и трогательно а вот современные комедии они наоборот как правило возводят в абсолют генитально сортирный юмор вот тут я скажу об одной ленте которая на мой взгляд стала апофеозом вообще того безумия которое творится в современном российском юмор это совершенно бездарная лента непосредственно как она ее подробно разобрал евгений баженов можете посмотреть этот обзор но то что показано там это просто вершина абсурда и вершина пошлости которая только может быть какой-то позор да то есть мы получили юмор не для людей мозгов а для людей желудков важное наблюдение еще одно наблюдение прежде чем я перейду к главному вот уже упомянутый мною квн впервые наверное за полвека сдал свои позиции да именно так сдал сейчас поймете к чему я это говорю как много а в россии последнее время наша исконная уступила место заимствованному в американском и в конкретном случае квн похоже окончательно уступил место стендап ну что такое стендап если вдруг тот в танке и кто не знает это когда человек ходит по сцене и как бы умничает как бы шутя ха ха тут должны быть аплодисменты да это американский жанр но не все знают что зародился он в начале прошлого века в одессе да конечно иногда стендап выходит глубоким и остроумным как например у патриарха этого жанра карлина американца карлина однако чаще получается как на тнт и вот они случайно что главный злодей современности джокер на одноименного фильма тоже мечтал быть стендапером и тут он достал пистолет заметьте чему это все стендап это жанр индивидуальный а вот квн эта игра коллективная тоже согласитесь ли примета времени да почему я делаю столь серьезный акцент на том наш это юмор или не наш потому что юмор на самом деле это не про ха ха юмор это отражение внимания души народов это средство его защиты и оружие тоже вот тут я уже перехожу главному знаете в чем фокус в россии всегда был совершенно особенный юмор это было национальное глубоко национальное явление и не зря говорят что русские смеются там где другие будут плакать существует и иная поговорка весьма мудрая если хочешь чтобы беда ушла посмейся над ней ведь долгое время именно в наших шутках анекдотах присказках проявлялась и утверждалась наша внутренняя свобода вот у ницше есть известная фраза смех это последний бастион раба вот это именно что нас да а те кто жил то под царями то под кпсс кто смеялся то над императорами кто надо генсеками вообще те кто шутил защищаясь потому что об смейный господин больше не господин и в тюрьмах на нарах чувство юмора становилось уже не только манифестом свободы но и средством выживания слову это блестяще отмечал и солженицын вот что он писал в архипелаге гулаги юмор это постоянный союзник зэков без которого пожалуй жизнь в гулаге совершенно невозможно союзник зэков но на самом деле как не относись к александру исаевичу фраза это очень и очень точно будете у нас на колыме милости просим нет уж лучше вы к нам потому что высмеивая глупость наши люди тем самым изгоняли и и наша сатира русская сатира от гоголя и салтыкова щедрина от чехова и зощенко до задорного и жванецкого ну последнего я впрочем не сильно люблю это своего рода зашифрованные послания и оберег против глупости и диктатуры это монументальный призыв к свободе то есть если ты не можешь снять береги цепи то хотя бы посмейся над ними и в сатире этой в русской сатире всегда хватало скрытых смыслов хотя подчас конечно чего уж лукавить особенно в советское время люди придумывали зрители придумывали эти смыслы сами но очень точно говорил покойный михаил николаевич задорнов наши люди смеются на концерте хохочут а после приходят домой говорят бог ты мой как же все это грустно вот удивительные люди да такие дети рождаются мы так живем то есть наши истории люди всегда смеялись или подсмеивались над членами полетбюро над боярами над царями давали какие-то то ли смешные то ли обидные клички впрочем и власть имущие от народа не отставали они тоже очень любили пошутить и юмор у них был своеобразный ну например если верить преданиям то воеводу который скрывался в монастыре под видом послушником иван грозный посадил на пороховую бочку и взорвал после чего заключил монахи аки ангелы должны лететь на небо а петр первый шел еще дальше он придумал целую орденскую организацию в кавычках где буквально передразнивали обряды церквей распутствовали сквернословили насилие вообще непристойные клички вот когда владимир владимирович путин пришел к власти чем он помимо прочего взял или если угодно даже очаровал народ но полагаю многим понравился его юмор да именно так юмор который был очень-очень близок народ чем цико ну видимо вот отличается от чека цико цико отчикает подводя итог вышесказанному юмор в россии он всегда нес в себе освобождение освобождение и от внешней диктатуры и от внутренних пороков но освобождение это происходило только если внимание юмор оставался наш и лучше всего это отразилось конечно же в литературе ну например данил хармс он наш илья ильф 12 стульев наш евгений петров тоже 12 стульев наш аркадия верченко сергей довлатов в их текстах и наши люди их поступки но и освобождение этих людей в какой-то момент вдруг оказалось что юмор перестал быть нашим спасением и перестал быть нашим оберегом а наоборот он стал работать против нас дело тут не только в том что юмор этот франчайзинга вы нравится мне это слово не в том что он заимствованный не в том что он сортир на генитальный ну скажем так не только в этом дело дело в том как в принципе этот новый юмор работает он заменился стебом он заменился троллингом назовите как хотите этот новый юмор важно другое то что он не интерпретирует больше смысла он деконструирует их в лучших традициях постмодернизма он как бы этот новый юмор выворачивает действительность наизнанку подчеркивая ее ущербность этот новый юмор построен на дефекте который он не исправляет а наоборот всячески культивирует поэтому сам этот новый юмор если угодно дефективный обратите внимание все шутят 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 а на чем это построено это построено на унижениях и принижениях другого человека и поэтому все в россии превращается постепенно в ржак у которая отнюдь не веселит ну думающих людей не веселит ну разве не смешны решения судов нашей стране разве не смешны экспертное мнение разве не смешны эти чиновники разве не смешны эти политики ну смешно все и как бы вроде как обсмеять все надо потому что на самом-то деле очень и очень страшно и остается лишь хохотать но не своим смехом и не над своими шутками приходится хохотать чтобы вытеснить страх птичку жалко вот так собственно ржут в кабаках но понаблюдайте за этими людьми так ржут люди которым завтра умирать вот тут я говоря кабаки не случайно сказал я вспомнил фразу василия розанова нашего великого философа он сказал о восторжества вашим просачивание всюду кабака именно так это очень точная фраза и вот просачивание это в первую очередь проявляется засилье чуждого нам подчеркиваю чуждого патологического юмора у этого юмора если угодно одна единственная цель это оттупление и отвлечение от реальных проблем оказавшись над пропастью поржи возможно так ты изгонишь страх поэтому не думай о смеси тебе будут подсовывать все новые и новые как бы смешные передачки ведь очень правильно говорят знающие людям самая легкая казнь это та перед которой смертнику давали веселящего газа это была программа игра в классике берегите себя и помните что жизнь только подражает литературе но юмору тоже так что удачи вам любви терпения и конечно побольше адекватных светлых улыбок ну и